здравствуйте дорогие друзья время от времени кто-то из зрителей в комментариях периодически пишет что нам с нашими исследованиями самое место психбольницы ну что же сказано сделано давайте друзья сходим психбольницу заодно посмотрим что там внутри официально это здание называется дом шакуловых или шакуловых прошу прощения как ставить ударение я не знаю пока вы смотрите на его вид снаружи я зачитаю вам краткую официальную историческую справку в 1832 году шакуловы одними из первых в российской империи получили звание потомственных почетных граждан шакуловой сеиды так у мусульман называется ветви потомков пророка мухаммеда последняя царица касимова фатима султан бекем была урожденной шакуловой хамза шакулов богатый купец кожевинник представитель одного из самых знатных кассимовских татарских родов разбогател на кожевином производстве которая располагалась на территории его усадьбы изначально усадьба состояла из нескольких небольших деревянных построек сооруженных в конце 18 начале 19 веков владельцу для дальнейшего развития производства требовалось увеличивать жилые и хозяйственные помещения и в результате усадьба была полностью перестроена а новый трехэтажный особняк шакулово расположенный рядом с мечетью стал настоящим украшением ханской площади ныне площадь победы и показателем богатства семьи этот дом строился в 1830-х годах по проекту уже знакомого нам архитектора ивана сергеевича гагина того самого который проектировал торговые ряды на соборной площади о которых уже был рассказ на нашем канале кстати именно шакулов построил третий корпус тех самых торговых рядов в 1896 году в доме шакуловых открывается земская больница история о том как и почему это произошло нам найти не удалось кто знает напишите пожалуйста в комментариях в первую мировую войну больница работала как лазарет советские годы стала районной и местным жителям она известна как красная больница с 80-х годов 20 века в здании размещалось психиатрическое отделение центральной районной больницы 2012 года историческое здание пустует в 2016 году в нем проходили съемки сериала штрафник некоторых его эпизодов сейчас дом заброшен в 2017 году в нем был пожар но в интернете есть фото помещений 2015 года на котором хорошо видно наследие психиатрической больницы здание входит список выявленных объектов культурного наследия рязанской области как памятник архитектуры конец кратко официальной исторической справки и опять 1830 года кто бы что ни говорил но это действительно переломное время а мы тем временем входим в подвал тут должен пояснить мы сейчас находимся в пристройке советского времени из белого силикатного кирпича ее фундаментом служат блоки фбс перекрытие сплит это все прекрасно видно собственно здесь ничего интересного нет а вот в старинной части здания на нижнем этаже перекрытие арочки из красного кирпича судя по размерам и расположение кон пол мог быть ниже вот и вот 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 Продолжение следует... За этим заложенным окном та самая советская пристройка с нарами. Своды слишком низкие. До потолка буквально можно дотронуться головой. Я уже говорил, что пол неестественно высоко поднят. Чтобы пройти в дверь с надписью «Три метки» нужно согнуться вдвое. Там жуткое и вонючее место. Но мы туда еще сходим обязательно. Чуть позже. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...